И всем привет, друзья! Вы на канале SkyTopGames, и у нас в эфире Outterra Underworld. Многие просили, после моего первого обзора, чтобы я снимал вторую часть этого полноценного симулятора планеты Земля. И сегодня мы с вами побываем на Луне. Только бы долететь мне до неё. Очень медленная скорость. Вроде бы она у меня выкручена на всю, но здесь не как в Space Engine, есть определённые скоростные режимы. Мы не можем ускориться в несколько тысяч световых лет, поэтому нам придётся долго лететь. Я и так уже до того, как начать снять, довольно-таки долго приближался к ней. И кто-то мне из моих подписчиков присылал мне в Дискорде скрины, что когда они опустились на поверхность Луны, по-моему, там были какие-то вулканы или ещё что-то в этом роде. Ну, по крайней мере, я сейчас этого не вижу. Не знаю, если мы сейчас опустимся, конечно, на поверхность, может, будут какие-то вулканы или ещё что-то. Ну, это же симулятор планеты Земля. Здесь, наверное, разработчики как-то не старались привнести что-то правдоподобное на наш спутник Луну. Так, у нас Солнце, я вижу. Жалко, не видно планеты Земля. Хотя, вообще, по идее, отсюда её должно видно быть. Так, хотя, может быть, это и Земля. Непонятно. Так, ну чё, попробуем опуститься в какой-нибудь кратер, посмотрим вообще всю разрисовку. Так, очень, да, конечно, будет сейчас очень долгая прогрузка. Что? Да ну нафиг! Чё, реально? Ты слышал? Ты слушай, ты прислушайся. Подожди, сейчас я опущусь на поверхность, в какой-нибудь кратер, вот, допустим, в этот. Сейчас я сделаю погромче. Послушай. Да ну нафиг! Но у ней есть жизнь! Птицы? Поют птицы? Не, реально, слушай, это... Ну, понятно, ладно. Не будем ругать за это симулятор. Так, давайте прямо-таки устремимся на поверхность. Вот сейчас можно скорость немножко... Чуть-чуть замедлить. Так, мы на поверхности. Верхности, замечательно. Всё в серых тонах, как и подобно Луне. Ну, скажу так, что в отличие от Space Engine, здесь, по крайней мере, вот самое, что классное, это вот выпуклые камни различные, горы и всё прочее смотрятся намного правдоподобнее. Так, найти бы высадку мне, где у нас спускался, по-моему, Аполлон-11, да? Так, подожди. Океан морей. Или как там он? Да, как-то он... Как называется правильно то место на Луне? Море спокойствия, оно называется правильно? Океан морей, боже, вот я загнул. Так. Ну, по-моему, если я не ошибаюсь, вот это и есть море спокойствия. Хотя... Подожди. Да, море спокойствия у нас по-любому видно на... Видимой части... Видимой стороне Луны. Вот оно. Вот оно, по-моему, море спокойствия. Сейчас мы туда с вами попробуем опуститься. Кстати, посмотрим, ещё найдём, попробуем... Найти космический аппарат Аполлон-11, если он, конечно же, здесь есть. Вот это, конечно, да! Это, конечно, супер! Поют птички на Луне. Луна уже терраформирована, видимо. Так. Очередной кратер. Я так понимаю, вот это и есть то самое море спокойствия. Что-то здесь с цветами... Хотя нет, вот, всё, прорисовка произошла. Камни, камни... И больше ничего. Так что, ребята, я не знаю, почему вы мне писали комментарии, что на Луне присутствуют какие-то вулканы. Как видите, я опустился на поверхность. Всё здесь полностью в порядке. Всё нормально. Так. Давайте попробуем найти миссию Аполлона-11. Так, ну, насколько я помню, по-моему, высадка Аполлона-11 состоялась где-то в юго-западном районе. Кстати, этого самого моря спокойствия. Юго-запад. Ну, если разделить... Это море спокойствия на четыре части. Вверху у нас юг, север, запад, восток. Так, юго-запад, юго-запад. Где-то, где-то, где-то вот здесь, по-моему, тогда у нас, получается, была высадка. Жалко, здесь нет ориентиров таких вот, как, допустим, если на земле мы можем ввести какие-то координаты и приземлиться в нужную нам точку какой-то достопримечательности, то, ну, у меня, к сожалению, здесь этого нет. Здесь мы можем сами только примерно определять координаты. Так. Наверное, где-то вот в этом районе. Ну, навряд ли мы здесь увидим какие-то корабли, оставленные человечеством, что-то в этом роде. Мы можем примерно только наблюдать те места, где совершались какие-то высадки, миссии. Думаю, примерно, что вот в этом районе где-то бродил Нил Армстронг по поверхности Луны. Давайте сейчас, знаете что? Давайте попробуем слетать на темную сторону Луны. Так, ну, мы почти достигли этой точки. Посмотри, какие здесь равнины. Какие здесь какие-то каньоны. Что это, какие-то, блин, непонятные трещины на поверхности. Представь, как экипаж миссии Аполлон-11 пролетал в свое время над поверхностью нашего спутника Луны. Так. Ну, почти, почти мы прибыли. Вот она, невидимая темная сторона нашего спутника Луны. Да. Ну, и... Только вот, я думал, я куда-то провалился. Ну, это невероятно. Здесь, блин, здесь оживленная атмосфера. Почему здесь я слышу звуки птиц, звуки воды? Это очень, конечно, странно. Но скажу так, что поверхность, поверхность Луны и сама Луна, модель, она сделана здесь очень правдоподобно. Если даже сравнивать со Space Engine, где просто опускаешься на поверхность спутника Луны, и мы не видим каких-то вот таких деформированных гор, каких-то, не знаю, различные вот такие выпуклые кратеры, там этого, в принципе, ты не увидишь. Ты увидишь просто плоскость, и все. Нет, ну, конечно, HD, HD-графика там присутствует, да, это все с этим в порядке. Ты, в принципе, увидишь хорошее качество картинки, но само вот такое вот изобилие кратеров всего, выпуклостей и прочего, там ты этого, к сожалению, не увидишь. Здесь намного все очень детальней проработано. То есть, прямо-таки я скажу, карта поверхности нанесена на модель Луны в этом симуляторе подобно той, которую составили люди на Земле. Карта Луны. Вот она, Луна, да. Довольно-таки очень-очень правдоподобная модель. Ну что же, я думаю, на этом серию Outer Underworld я закончу, и в следующей серии мы посетим, наверное, какие-нибудь места на нашей планете. Земля. Ну, а если тебе понравилось, пальчик вверх, подписка на канал. До новых встреч, пока. Субтитры создавал DimaTorzok